Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Джерри Савейл. Он будет с нами всю эту неделю. И вы знаете, Джерри... Боже мой, мы с Джерри проповедуем вместе уже более 40 лет. Он 3-4 года проработал со мной, но затем он работал усерднее меня. Так что где-то он меня догнал. Аминь. Хвала Господу. Джерри, добро пожаловать на эту передачу. Всегда здорово быть здесь. О, здорово видеть тебя здесь. Мы разговаривали о некоторых вещах. Мы вот так встречаемся и очень быстро начинаем обсуждать друг с другом все, что происходит. Гаити — это не единственное место бедствия на земле. Да, там произошло большое бедствие, но это не единственное место бедствия. По всей земле происходят разные вещи. Все творение мучается под тяжестью греха. И просто ада на земле, для которого эта земля не была создана. Она была создана для благословения. Благословение Господне было создано, чтобы наполнять ее. И когда этого благословения здесь нет, вы получаете все. От глобального потепления до глобального замерзания. И глобального мы даже не знаем чего еще. И все ученые сбиты с толку и запутались, потому что один из них видит одно, а другой — другое. Возможно, они оба правы. Но они не могут этого понять. Они не знают, что вызывает все это. Поэтому творение томится, как говорит 8 глава послания к римлянам, по проявлению сынов Божьих. Да. Почему? Бог сказал Адаму, что благословение будет наполнять землю. Обладая землей, владычествовать над ней, владычеству любви, обладая ею благословением Эдемского сада. Боже мой, именно к этому земля по-прежнему и взывает. К этому. Да. К сынам Божьим, ходящим в этом благословении. И оно у нас есть. Благословение Авраама, согласно 51 главе Исаия, является этим благословением Эдема. И мы видим, что правительства не могут исправить подобного рода вещи. Для этого требуется благословение Божьим. И знаете, я не осуждаю никого, кто хочет это исправить. Но те идеи, с помощью которых они хотят это исправить, все только усугубляют. Они полагаются всецело на человеческое понимание, человеческое знание, человеческую способность. И это поможет до какой-то степени. Но потребуется благословение Божье, чтобы исправить что-то, что разрушается. Да, поскольку благословение Господне — это единственное, что может пойти дальше того, что могут сделать люди. Поскольку именно люди ее и разрушают. Итак, в нас работает благословение Авраама. И должно произойти проявление благословения сынов Божьих. И это сейчас происходит. Аминь. И одним из великих проявлений благословения Божьего является преуспевание. И когда нужно исправить что-то вроде последствий землетрясения на Гаити, что нужно, как не преуспевающие верующие, которые могут вкладывать в подобного рода вещи, делать то, чего не может сделать правительство. У них есть ограничения, но благословение не знает никаких ограничений. Вот оно. Разве не так? Мне кажется, что именно это ты сегодня и помазан сказать. Я серьезно? Слава Богу. Веди нас, Джерри. С чего ты хочешь, чтобы мы начали? Первым делом я хочу обратиться к третьей главе послания Кефесяна. И прежде чем прочитать это, я хочу сказать, что Дух Божий сказал мне в ноябре 2009 года. Я летел тогда в Южную Африку, и я сидел в самолете, думая о чем-то своем. Я не искал в тот момент Бога. Я просто приготавливался к долгому перелету. И Дух Божий продолжал говорить мне. Он говорил мне, что Он хотел повести нас выше и дальше. Он хотел повести нас дальше того, что мы когда-либо переживали в своей жизни с этим благословением. И тот год был одним из лучших, который у меня когда-либо был за 40 лет служения. Я имею в виду, что для нас это было временем жатвы. На протяжении всех предыдущих лет мы стояли, и мы верили, и все эти годы мы сеяли, и Бог был благ ко мне все эти годы. Но в 2009 году взошел урожай. Это было временем жатвы. Я был в восторге и прославлял Бога за это. И мы переживали прорывы, которых мы никогда не переживали раньше. Мы побили все рекорды в каждой сфере служения. В нашем телевизионном служении. Везде. Просто побили рекорды. И я думал об этом, и Господь сказал, «Ты еще ничего не видел. Это время, чтобы идти выше и дальше». Аминь. И вот, думая об этом, я сразу же подумал о 20 стихе 3 главы Послания к Ефесянам. И в синодальном переводе Библии говорится «О тому, кто действующий в насилую, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Знаете, я часто думал об этой действующей в насиле. Если не вырывать эту фразу из контекста того, о чем он здесь говорит, он начал с молитвы. И Павел говорит в 16 стихе, «Да даст, говоря о Боге, да даст вам или нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть». Это важная фраза здесь. «Чтобы мы могли постигнуть». И дальше он продолжает «Со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». И затем говорится «О тому, кто действующий в насилую, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем». Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем мы помышляем. Но это в соответствии с той силой, которая действует в нас. И я верю, что этой силой, на которую он ссылается, является сила постичь все это. Да. Другими словами, если вы не можете постичь, как Бог велик, и все то, что Он хочет делать в вашей жизни, и это все из-за Его любви к нам, Он хотел, чтобы мы получили это откровение о том, как сильно Бог нас любит. Если вы пока еще не верите, что Бог так сильно вас любит, что будет делать эти вещи, тогда вы никогда не выйдете за пределы посредственной жизни. И в это вовлечено доверие. Есть разница между доверием и верой. У вас есть вера, но доверяете ли вы Ему? И чем больше вы постигаете, тем больше развивается ваше доверие, не так ли? Верно. О, я могу это видеть. Итак, сила, чтобы постигать. Года назад Господь сказал мне это так. Если ты можешь понять, представить это, тогда ты можешь получить это. Вы не сможете иметь то, что Бог хочет, чтобы вы имели, что Бог желает, чтобы вы имели, если вы прежде не сможете понять, представить это или постичь это в своем сердце и разуме. И именно для этого и предназначено Слово Божье. Слово Божье предназначено Богом изменять наш образ самих себя. Образ того, как этот мир говорит, что мы должны жить Образ того, как общество говорит, мы должны жить Даже наша культура, наше окружение То, как мы были воспитаны Всё это имеет ограничения Всё это будет говорить вам, что вы можете дойти только до определённого места Но если вы можете ухватиться за то, что говорит его слово И имеете силу постичь это Так что это становится откровением глубоко внутри вас Тогда с этого момента у вас нет ограничений Ограничения больше нет Ограничения сняты Но это всё основано на силе постигать Итак, сила постигать, её основание Это откровение о любви Божьей Что Бог так сильно меня любит Что Он готов и хочет делать несравненно больше всего Чего я могу попросить или о чём я могу помыслить Другими словами, как бы масштабно я ни мыслил Бог говорит, я больше этого Как бы масштабно я ни верил Он больше этого Как бы масштабно я ни мечтал Бог больше этого Мне нравится, как сказано в расширенном переводе Библии Что Он может воплотить в жизнь свой замысел И сделать это со сверхизбытком Намного превосходя всё то, о чём мы осмеливаемся просить или думать Бесконечно выходя за пределы наших наивысших молитв Желаний, мыслей, надежд или мечтаний Я отовсюду вижу, что есть то, что Бог называет идущим выше и дальше образом жизни Выше и дальше Есть идущий выше и дальше образ жизни Если я способен постичь это Тогда никакой дьявол не сможет помешать мне пережить это Фактически никакое правительство, никакое общество Или кто-либо ещё не может помешать нам пережить то О чём Бог говорит, как о ведущей выше и дальше жизни Это не основано на них Это не основано на них И послушайте снова эту фразу в расширенном переводе Библии Он может воплотить в жизнь свой замысел Когда я об этом думаю, я возвращаюсь к 17 главе Иоанна и слушаю то, что сказал Иисус Это моя любимая глава Иоанна 17 Там Иисус молится Отцу И обратите внимание, что Он говорит в 14 стихе «Я передал им Слово Твое», говоря о своих учениках, своих последователях «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их» Почему? Потому что они не от мира, как и я не от мира В одном из переводов Библии говорится «Они определены этим миром не больше, чем я определён этим миром» И вот это слово «определены» Здесь означает «отмечены их границами» То есть Иисус говорит следующее «Мои последователи, мои ученики» Что ж, Он обращается к нам с вами точно так же, как Он обращался к ним «Я ученик Христа» 20 стих утверждает это, Джейн «Не о них же только молю, говоря о тех, кто был там с ним, но и о верующих в Меня по слову их» Это я Это любой, кто когда-либо поверил чему-либо Что пришло через Слово тех, кто там был Верно О, да Так что мы включены в эту молитву, и Иисус говорил следующее Это сняло ограничение с этого Это прямо там сняло ограничение Иисус сказал «Я не отмечен» Он говорил о себе «Я не определен этим миром» Другими словами «Я не отмечен границами этого мира, я не ограничен Но так же и те, кто следует за Мной, так же и те, кто верит в Меня» То есть Иисус говорит «Я абсолютно не ограничен» «У этого мира нет никакой границы, которую я не мог бы пересечь» И так же у этого мира нет никаких границ, которые мои люди не могли бы пересечь Джерри, много лет назад Господь сказал это мне прямо из этой же главы. Я тогда от 8 главы Евангелия от Иоанна шел к 17 главе Евангелия от Иоанна, и просто... И все, что он мне говорил, особенно... Вы приходите почти к концу главы, и там говорится, «Покажи им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня». Да. Это просто снимает ограничения, не так ли? И когда он показывал мне эти вещи, это было расширение, поскольку я в то время еще учился в университете Орла Робертса. Я еще не знал всех этих вещей. И он указал мне на то, что когда он сказал, «Я говорю только то, что вижу, как делает мой отец», и затем он сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Пребывайте в моем слове». Я сказал, «Да, и...» Он спросил, «Подожди минутку, откуда я это взял?» «Ну, твой отец это сказал, да». Я бы не сказал этого, если бы он этого не сказал. «Почему я свободен?» «Ты сын Божий». «Нет», сказал он, «я свободен не поэтому. Я свободен благодаря тому, что сказал мне мой отец, и истина сделала меня свободным». Истину, которую сказал он, я сказал вам. И если ты будешь пребывать в моем слове, истина сделает тебя таким же свободным, как свободен я. Я размышлял над этим не одну неделю, и, наконец, я понял, на нас нет никаких ограничений. Мы так же свободны, как и он. Если бы он не был свободен, мы не могли бы быть свободны. Единственными ограничениями в нашей жизни являются те ограничения, которые мы приняли. Большинство из них мы накладываем сами. Другими словами, ограничения приходят не от Бога, потому что Бог сказал, что все возможно верующему. Так что это сразу удаляет ограничения. Если все возможно верующему, значит, Бог говорит, что верующий не имеет ограничений. Хорошо? Поэтому, если я рос, как растет большинство людей, мы все выросли с ограничениями в нашем разуме, думая, «Ну, я не мог жить в том районе», или «я не мог ездить на такой машине», или «я, наверное, никогда не буду зарабатывать такие деньги». Почему? Потому что либо мои родители мне это сказали, мое окружение мне это сказало, моя культура мне это сказала. Ваш недостаток образования, или то, что вы называете образованием, сказал вам это? Да. Даже высшая форма человеческого образования по-прежнему имеет ограничения. Понимаете? Величайшие университеты в мире, основанные на человеческом интеллекте, по-прежнему скажут им, «Да, есть что-то». Да. Вы можете. Вы можете получить для себя образование. Вы продвинетесь до суда. Они основаны на том, чего вы не можете. Но сильно не разгоняетесь, понимаете? Они на самом деле основаны на том, чего вы не можете сделать. И только когда мы обращаемся к Слову Божьему и запускаем этот процесс, который Павел называет обновлением ума, только тогда вы начинаете понимать, что Бог поместил нас на эту планету, чтобы мы были такими же, как Иисус. И Он сказал, что у Него не было ограничений. Он сказал, «Я не знаю границ». Когда для меня это впервые стало откровением, я подумал о старой песне Джина Отре. «Не ограничивайте меня». «Не ограничивайте меня». То есть это говорит мне о том, что как у чада Божьего, у меня нет ограничений. Любые ограничения, которые, как я думаю, у меня есть, я принял от кого-то другого, но не от Бога, поскольку Бог не является автором ограничений. И знаете, этот мир кричит последние несколько лет. Самые худшие времена, самый худший экономический спад с 1929 года. Они кричали о том, как всё плохо. И тем не менее, Бог подтвердил мне и многим другим, что когда этот мир кричит, «Худшие времена» — это могут быть наши лучшие времена. И Исаак подтвердил это в 26 главе книги Бытия. Да. Библия говорит, что был голод в той земле. «И Бог сказал Исааку, «Не ходи в Египет, не ищи какой-то другой источник, не иди всегда путём наименьшего сопротивления, просто оставайся здесь, в этой земле, и я буду с тобой, и я благословлю тебя». Что значит «благослови»? Наделить силой превосходи, наделить силой переживать умножение, достигать успеха. Это превосходило всё то, что он когда-либо видел. Он стал больше царя, и царь захотел, чтобы он ушёл оттуда. Но это превосходило всё то, что каждый из них когда-либо видел. Он говорит, что прямо посреди того голода, когда они переживали наихудшие времена, человек Божий переживал свои лучшие времена. Он сеял в той земле, и в тот же год пожал в сто крат. Знаешь, Джерри, чем больше я это читаю, тем больше я понимаю, что благословение было настолько большим в нём. Именно поэтому Богу и нужно было, чтобы он был там. Благословение было настолько большим в нём, в Библии написано, «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше». «Стал весьма великим». В еврейском тексте говорится, «И стал человек сей богатым, и он продвинулся, возрос, и действительно стал очень богатым». Настолько, что все подумали, что голод закончился. Они заставили его уйти. Голод ещё не закончился. Благословение в нём победило его. Когда он ушёл, в Хумаше говорится, что колодцы, которые они выкопали, высохли, и плодовые деревья засохли. Так что голод всё ещё был там. Но благословение в том одном человеке было настолько большим, что все подумали, что голод закончился. Поэтому они вернули его обратно, и снова началось благословение, пока не закончился голод. Разве это не будет работать сегодня на Гаите? Да. Если поместить туда людей, на которых пребывает то же самое благословение. Это Господь и сказал нам делать. Мы туда и отправились. История Исаака лишь подтверждает то, что есть то, что Бог называет «идущей выше и дальше жизнью». Идущим выше и дальше образом жизни. Выше и дальше. И это год, брат Копланд, который Бог хочет, чтобы мы вошли в это. Знаешь, мы проделали долгий путь, за 40 лет. Мы оба, когда мы оглядываемся назад, смотрим, откуда Бог нас привел, и с чего мы начали, мы определенно пережили умножение. Мы идем вперед. И знаете, иногда даже можно прийти к тому, что когда вы смотрите на то, где вы были и где вы сейчас, если вы не будете внимательны, вы можете начать думать, «Ну, это уже потолок». Я понимаю. И Бог говорит, «Нет, нет. Это время идти выше и дальше». Джерри, это также опасно, как оно было и тогда, когда ты думал, что из той ямы невозможно было выбраться. Возможно, даже хуже, потому что мы еще ничего не видели. Да, потому что вы можете успокоиться, удовлетвориться достигнутым и думать, «Ну, знаете, мы прошли с Богом долгий путь». Нет необходимости продолжать так же устремляться и быть такими же упорными, какими мы были раньше. Помнишь, что постоянно говорил на Моррел Робертс, когда он говорил о том четвертом человеке и тех израильских парнях из книги Даниила? Фактически. Это была проповедь о четвертом человеке. Все были под таким впечатлением от того, как он ее закончил, что кто был этим четвертым человеком, и это был Иисус во всех 66 книгах Библии. Но суть была не в этом. Суть была в том, что если ты поклонишься, ты сгоришь. Если не поклонишься, ты не сможешь сгореть. И затем он подытожил это следующим образом. Вы в конечном итоге потеряете то, что пытаетесь сохранить идея на компромисс. И каким бы большим это ни стало, какими бы сильными вы ни стали, вы начинаете успокаиваться и идти на компромисс со своей верой, говоря, «Ну, у меня есть деньги, просто выплатите это». Нет. Оно уже пошло вниз. Да. Вы перестаете помогать другим людям, и оно идет под откос. В этом нет предела, на котором можно остановиться. Нет предела, так ли? Нет предела. Я имею в виду, что мы будем продолжать использовать свою веру на протяжении вечности. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому мы учимся, как использовать ее здесь. Понимаете? Это мое дело. Но я верю, что тело Христово устремляется к такому времени, которое еще никогда не переживало ни одно другое поколение. Ни одно поколение полностью не видело того, что Бог собирается нам показать. Авраам был крайне благословленным человеком, и Исаак был крайне благословленным человеком. Но у нас есть лучший завет, основанный на лучших обетованиях. Если Бог ввел их в ведущий выше и дальше образ жизни при том завете, то как далеко Он может повести нас при лучшем завете? Джерри, я убежден, что их вера... Мы смотрим здесь на наше будущее, а они позади нас. Их вера перенеслась в будущее, когда придет Иисус и заплатит цену. И затем они прошли через это. Я говорю об Аврааме и так далее, о тех, кто позади нас. Их вера была заброшена вперед. И я верю, что многие технологии, которыми мы наслаждаемся сегодня, были основаны тогда в их вере, когда они ухватились за это. Но теперь все это здесь. Это не ответ. Благословение Господне является ответом. Благословение Господне. А технологии это всего лишь инструмент. И наша вера двигает это вперед. Выше. Да. И дальше. Здорово. Наше время подошло к концу. Нам нужно его растянуть. Нам нужно телевизионное время, идущее выше и дальше. Похоже, нам придется вернуться завтра. Да, мы вернемся через минуту. И мечтать о большем. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Коплэнд. И сегодня с нами снова Джерри Севелл. Джерри, вчера было здорово. Выше и дальше. Каждый раз, когда ты начинаешь говорить о «Выше и дальше». Я думал о жизни, идущей выше и дальше еще с 4-х летнего возраста, понимаешь? Мне так сильно хотелось летать. Мне хотелось оторваться отсюда. Бог благословил меня этим. Я уже более 50 лет в авиации. И поэтому выше и дальше. Говорю вам, это отозвалось во мне вчера, что наш образ жизни должен идти выше и дальше. Что мы должны действовать на таком уровне, чтобы этому миру было куда пойти, помимо его собственного провала, смерти и тьмы. Есть свет в земле Гесем. Да. И он должен быть вот здесь, не там барахтаясь. Отец, мы просто прославляем и благодарим тебя сегодня за эту передачу. Мы открываем свое сердце и свой разум для откровений с небес. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты прислал к нам брата Джерри. Мы просто принимаем его помазание, и он такое благословение для нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Давай вернемся к нашей теме, брат Джерри. Иоанна 17. Иоанна 17. Опять-таки, Иисус говорит нам в 14 стихе. Потрясающее откровение. Джерри, позволь мне начать эту главу следующим. Хорошо. А сколько нужно иметь мужества, чтобы верить здесь определенным вещам? Иисус не обращался к людям. Он молился. И это последние минуты перед тем, как Он пойдет на крест. И Он это знает. Это наиболее сокровенный момент всего Его служения. И эти слова, которыми Он молился, согласно 20 стиху здесь, «Не о них же только молю», говоря о тех людях, о своих ближайших учениках, о тех двенадцати, которые были там, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Все мы, прямо или косвенно, кто рожден свыше, уверовали через сочетание их слов и их учения. Да. Да, верно. Поэтому? Это передавалось из поколения. Иисус молится за Меня. Вы прекрасно знаете, что Иисус никогда не молился в неверии. Вы прекрасно знаете, что Он не молился о чем-то, на что Бог не ответил. И Он молился согласно воле Божьей. Должен был. Если кто-либо когда-либо и молится согласно воле Божьей. Он никогда не молился молитвой, которая не согласовывалась с волей Божьей. Но если Он когда-либо и должен был молиться правильной молитвой, так это было тогда. Я имею в виду, что это... Все небеса задействованы в этом, в этой 17-й главе. Подумайте об этом. То, что ты сказал, это прямо перед тем, как пойти на крест. Но заметьте, что Он сказал в этой молитве. Для Него, в Его разуме, самое важное, что Он мог оставить перед тем, как пойти на крест... Другими словами, Он говорит в этой молитве, «Бог, я дал им Твое Слово». Самое важное для Него, что Он мог оставить перед тем, как пойти на крест. «Я дал им Твое Слово». Почему это так важно? Потому что это то, что делает нас не от мера себя. Да. И Он сказал, «Я соблюдал их во имя Твое». Да. Он не говорил... Нужно, чтобы над вашими концептуальными представлениями и пониманием здесь поработала вера, чтобы расширить это и понять, о чем Он на самом деле говорил. Он не сказал, «Я соблюдал или сохранил их во имя Твое». Нет, Он сказал, «Я сохранил их в имени Твоем». Внутри Него, покрытыми, окруженными, в имени превыше всякого имени. И заметьте, Он говорит, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Этот мир ненавидит христиан не просто потому, что они христиане. Когда христиане знают Слово Божье, и Слово Божье дает им откровение, что они не имеют ограничений, именно тогда мир начинает вас ненавидеть. Им это не нравится. И, конечно же, это не нравится именно дьяволу, поскольку это накладывает ограничения на него. Когда мы становимся свободными от ограничений, тогда это серьезно ограничивает его благодаря той власти, которую мы имеем в Иисусе. И именно Он и подстрекает к этой ненависти. Потому что они могут в один момент вас страстно ненавидеть, а в следующий уже влюбиться в вас, когда на них сходит сила Божья. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что они с трудом могут вынести. Это когда мы преуспеваем посреди всей этой неразберихи. Понимаете, именно они хотят построить это ограничение вокруг вашей жизни. Эти ограничения. Знаете, религия больше, чем кто-либо был ответственен за это. Религиозная традиция является этой границей. Ограничением нищеты. Бог любит нищету, и христианин, который преуспевает, должно быть являться христианином, который грешит. Есть вот это ограничение, которое они пытались построить вокруг нас. Они говорят, невозможно преуспевать и любить Бога. Должно быть, вы делаете что-то неправильное. А может, как раз наоборот, я делаю что-то правильное, что изменило это. Поэтому они возвели это ограничение вокруг нас, не желая, чтобы мы преуспевали. И затем, если мы узнаем, что у нас есть право жить в божественном здоровье, это сносит эти ограничения. Это несправедливо. Понимаете, нам больше не нужна их медицина, поэтому они ненавидят нас. Или я имею в виду, что каждое откровение, которое дает нам Слово Божье, сносит очередное ограничение. Я пошел к врачу, который проверяет мои глаза для моего летного медосмотра. И знаете, они начинают, когда вам уже лет 70, они начинают несколько косо на вас посматривать. и, конечно, они... Я сказал, да, но я на самом деле не знаю, о чем ты говоришь. Да, да, тебе придется подождать до следующего года. Но в любом случае, я сижу там, и они начинают задавать мне все эти вопросы насчет того, какие я принимаю лекарства, прописано ли мне что-то. Нет, у вас когда-либо было? Нет. У вас когда-либо было? Нет. А у вас когда-либо? Нет. А у вас когда-либо это? Нет. А у вас когда-либо было? Нет. У вас когда-либо были какие-нибудь проблемы с почками? Да, у меня был камень в почке когда? 46 лет назад. И она сказала, ну, не думаю, что это может быть какой-то проблемой. Это должно быть проблемой. Я сказал, нет, я верю, этого больше нет. В любом случае, они прошлись по всему списку, проверили мое зрение, и у меня была единица. Понимаете? И они спросили, и сколько вам лет? Я ответил, 73. И они смотрят на вас, и они рады. Она счастлива. Но казалось, что это несправедливо. Это несправедливо. Понимаете? И я ничего не могу с этим поделать. Я должен свидетельствовать об Иисусе. Да. Я сказал, знаете, у меня есть действительно великий врач и исцелитель. Его зовут Иисус. Она ответила, да, я знаю, брат Коплант, я знаю. Да. И у нее на лице была большая усмешка. Но оно именно там, не так ли? Вы свидетель воскресения Иисуса. Да. И знаете, большинство людей ненавидят рассчитывать подоходный налог. Но когда приходит время расчета подоходного налога, и бухгалтер спрашивает у меня, сколько в этом году вы потратили на медицинские счета? Нисколько. Нет, нет, вы лжете. Да. Он сказал, вы говорите это уже 25-30 лет. Что ж, оно по-прежнему так. И это не значит, что сатана не атакует нас. Но мы научились тому, как побеждать это. Слава богу, понимаете? Слава богу. И какую сумму процента вы выплачиваете за кредиты? Никакую. Как это? Да. Никакую. Никаких процентов по ипотеке. Никаких. А сколько? Нисколько. А как это вам удается избегать выплаты процентов? Я плачу за все сразу, одним платежом. Да. Сразу один платеж. Просто сразу выплачиваю полную стоимость. Они не могут этого понять. Да. И понимаете, это ограничение. Да. И это стало результатом слова Божьего. Да. Сорок с лишним лет назад ты получил это откровение, что имея благословение Божье на своей жизни, тебе больше не нужно будет брать взаймы. Джерри, я видел это с тех пор, как начал это служение. Мы видели это с тобой вместе. Меня это беспокоит. Какой-нибудь грешник может сидеть с сигарой в углу рта и говорить. О, черт. Знаете, это что-то. Как вы это сделали? Да. И вы ему рассказываете. Неужели? Да. Но проповедники пойдут и скажут кому-то из них. Говорю вам, этот Копланд и этот СВЛ делают что-то неправильное. Нельзя это делать. Религиозная корректность хуже, чем политкорректность. И это становится настолько ошибочным. И тот человек не хотел таким быть. Да. Но его это задевает. Все это время его учили, что то, что он делает, является правильным. Да. И ему так больно, что он с трудом может это вынести. Но он злится и отвергает ту помощь, о которой он взывает. Чему мы приехали туда научить его. Да. Буквально несколько дней назад один проповедник сказал мне, «Жаль, что я не прислушался к этому брату Копланду намного раньше. Если бы я знал, что окажусь в такой неразберихе, и такое случится с экономикой, мне сейчас больно». И он сказал, «Я отверг тогда это послание, когда впервые его услышал». И он сказал, «Но слава Богу, я слушаю его сейчас, и я верю Богу о том, чтобы выбраться из этого, и я больше никогда не влезу в долги». Что я вам скажу? Честного человека, как этот человек, Бог вытащит его оттуда и вытащит его в рекордный срок. И он восстановит для него все эти годы. Понимаете? Я видел, как это происходило. Это вот этот идущий выше и дальше образ жизни. Люди в мире сегодня, и в большинстве христиан, не верят, что можно купить машину без кредитов и долгов, что можно иметь свой дом, не выплачивая 30 лет ипотеку и проценты по ней. Это те барьеры, которые возвёл вокруг нас этот мир. Иисус сказал, «Я дал им Твое Слово». И затем Он сказал, «Мир будет ненавидеть их, потому что они не от мира, как и я не от мира». И опять-таки это означает, что мы не отмечены их границами. Мы не ограничены. Они ненавидели Его по той же причине. Они не знали, что Он был Сыном Божьим. Единственные люди, которые слышали, потому что Он ни разу этого не сказал. Он называл Себя пророком и Сыном Человеческим. Те первосвященники услышали это, потому что они знали те Писания, которые Иисус использовал. Но люди любили Иисуса, потому что Он проповедовал благословение Господне. А те проповедовали закон. Да. Но Он сказал, «Пойдемте со мной». И они сказали, «Да что, Он о себе возомнил». Да. После Его первой проповеди в той синагоге, в которой Он вырос, они так на Него разозлились, что хотели вывести Его и убить. И Он ушел оттуда и пошел в Капернаум. Проповедовал там тоже самое послание, и те люди умоляли Его не уходить. Да. Почему? Потому что Он показывал им идущий высший и дальше образ жизни. Вам больше не обязательно продолжать так жить. Это просто динамит. И они полюбили Его и не хотели, чтобы Он уходил. Умоляли Его остаться там. Я верю, что Он поэтому и построил там свою штаб-квартиру. Да. Именно это и произошло со мной в 1969 году. Я жил именно так, как этот мир сказал, «Вы должны были жить». Я принял все ограничения, которые, как они сказали, должны были быть у меня. Это касалось моей личной жизни. Это касалось моего бизнеса. Я помню, как я изо всех сил старался. Мой тесть, ты хорошо его знал, Олан Крич. Олан Крич никогда в своей жизни никому ничего не был должен. За все, что бы он ни делал, он платил наличными. Мой отец, он не знал такого образа жизни. Он брал взаймы на все, что у него было. И к тому времени, когда я собирался идти в колледж, он повел меня в банк, с которым он сотрудничал, представил меня вице-президенту банка. И к тому времени, как мне исполнилось 17 лет, помог мне влезть в долг, чтобы взять взаймы на мой первый семестр в колледже под залог моего «Шевроле» 1957 года. Понимаете? Это был тот образ жизни, который знал мой отец. Он передавал его мне. Я женился на Каролин и познакомился с ее родителями. И они, когда поженились, приняли решение, что они никогда никому не будут ничего должны. Будут просто верить Богу, усердно работать и откладывать. И платить за все. Понимаете? И я смотрел на отца Каролин, и в своем глупом разуме я думал, «Это невозможно». Но он это делал, понимаете? Он это делал. И я помню, когда я открыл свою первую автомастерскую, Олэн тогда сказал, «Джерри, если ты накопишь достаточно денег, ты сможешь открыть этот бизнес, и тебе не придется работать на другого человека, как ты это делал. И ты сможешь ввести его без кредитов». И я открыл его на те деньги, которые я накопил. И за всех сил старался обходиться без кредитов. И ко мне пришел один человек, мой друг, у которого была мастерская побольше. И он спросил, «Ты вообще планируешь, чтобы твой бизнес рос?» «О, да, именно для этого я и в бизнесе». Он сказал, «Ты никогда этого не добьешься, если не будешь брать взаймы». То есть он снова возводил вокруг меня это ограждение, понимаете, с которым я вырос, веря, что у всех было такое же ограждение. Но он должно быть просто какой-то уникальный, потому что я никого не знаю, кто бы еще так жил, понимаете? И вот я уже беру, беру и беру взаймы, чтобы бизнес рос. «Следующее, что я обнаруживаю, я не могу выплатить эти кредиты. И это дно опускается все ниже, и у меня еще больше долгов». И вот я, мне 22 года, но я чувствую, как будто у меня долг 49-летнего человека. Понимаете? У тебя идет твой собственный экономический спад, о котором никто не знает. У меня идет мой собственный экономический спад. Совершенно верно. В естественном плане из этого не выбраться. Никак. И тогда в 1969 году приезжаешь ты, проповедуя Слово Божье так, как я никогда раньше не слышал. И первым делом это дало мне надежду, что я не должен был так жить всю оставшуюся жизнь. Да, вот как это и делается. Потому что это уже утвердилось в моем разуме, что именно так мне и придется жить всю оставшуюся жизнь. 30 лет выплачивая за этот дом, который я только что купил, и 30 лет выплачивая кредиты, взятые для бизнеса, и рассчитываясь за все, что я тогда купил, начиная с телефона, телевизора и заканчивая машиной. Понимаете? Но тут приехал ты со Словом Божьим. Честный, сознательный человек не может это отбросить. Человек, которому просто все равно. О, если я не смогу на это заработать, я украду это. Да. Или еще что-то. Его совесть будет мучить его. Но сознательный человек, человек, Слово которого что-то значит, вы просто приходите к тому, что для вас это становится, как свинцовое пальто, которое вы постоянно носите. И именно тогда безнадежность просто удручает человеческую душу. И Павел сказал, что люди, у которых нет надежды, не знают Бога, и у них нет завета. Они чужды завета. И это был мой случай. Да. Они отчуждены от общества израильского. Да. Знаете, я вырос в христианской семье. Мы знали Бога, но я не знал Слова Божьего. И Иисус сказал, «Я оставил им Твое Слово. И именно Его Слово вытащит вас оттуда, из этой ограниченной, стесненной и связанной жизни, и поведет вас выше и дальше». Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. И вот оно, не так ли? Он ничего от них не утаил. Да. Я передал им слова, которые ты дал мне. Верно. И он знал, что именно Слово Божье выведет их на другой уровень в том, как они живут. И оно работает и сегодня. Оно работает. Он не пришел сюда, открывая и показывая что-то от этого мира. он пришел сюда, открывая истинную волю и замысел Божий в том, каким должен быть человек. Каждый человек должен был быть таким, как этот. Да. Они не должны быть голодными, нищими, больными, уставшими и умирающими. Они должны быть такими, как этот. Иисус сказал, «Если вы видели Меня, вы видели Отца». Должно быть так, что если вы видели нас, вы видели Иисуса. Это то же самое Слово, на основании которого и в котором Он действовал в своей жизни. То же самое. То же самое помазание, тот же самый Дух Святой. Да, но знаете, Он Бог. Он Сын Живого Бога. Да, но это не то, что Он изображал, когда был здесь. Он показывал, что Он сложил в Себя свои божественные привилегии, как говорит Павел, и пришел, как один из нас. Да. И доказал, что подобный нам мог взять Слово Божье и превзойти на этой планете. Что человек веры мог во имя Его иметь Его результаты. Помню, каким это было для меня шоком, но в то же самое время, насколько абсолютно просто. Если вы поступаете, как Иисус, говорите, как Иисус, думаете, как Иисус, Слово Божье говорит, что мы имеем ум Христов. У нас есть воля Божья. У нас есть Слово Божье. Имя Бога и Дух Божий. Если мы поступаем, как Он, думаем, как Он, говорим, как Он, мы получаем Его результаты. Что в этом странного? Да. Если кто-то будет с этим спорить, не поспорить, что если вы думаете, как дьявол, живете как дьявол, поступаете как дьявол, вы получите результаты дьявола. Вы получите результаты дьявола. Да. Понимаете? И благодаря вот этому утверждению, у меня есть право уже благодаря только одному тому, о чем Иисус молился в этой молитве здесь. Если бы у нас не было других глав в Библии, одна эта молитва дает нам право. О, да. Потому что Он вложил все это туда. Да. И так ли? Суть этого. Затем дальше Иисус говорит, «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино, Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и допознает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Джерри, когда я впервые это увидел, это было тяжело для моих греховных воспоминаний. Я только начал узнавать, что это вообще существовало. Да. И я подумал, Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Невозможно. Но вот когда меня осенило, «Эй, Иисус молится здесь». Это слова Иисуса. Подождите минутку. Я глупец, если я этому не верю. Да. Я подумал, я пройдусь по этой главе и буду верить, что получаю все, о чем Иисус молился. Да. Я буду это делать так, как если бы Он положил свою руку мне на голову и молился за Меня. Я снова вернулся туда, и я сказал, «Я не могу этого понять. Вы хотите сказать мне, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса?» Да. Это то, что Он сказал. Я сказал, «Я скажу это». И это было почти как, надеюсь, крыша на Меня не упадет за это. Да. Молния не ударит. О, да, понимаете. Бог любит Меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Все хорошо? Да. Но я заметил, что у меня в буквальном смысле слова дрожали колени. Вот сколько рабства и ограничений наложила на вас религия. Это то, что сказал Павел в третьей главе послания к эфесянам. Если вы сможете постичь это, тогда Бог будет делать несравненно больше всего, о чем вы можете попросить или помыслить в вашей жизни. Вы в итоге будете полны Бога. Полноты Божьей. Я сказал это еще раз. Меня по-прежнему всего трясло. Достигшее совершенство любовь изгоняет страх. Но она только сейчас начала его изгонять. Но внутри, Джерри, мой дух поднялся во мне как голодающий человек. Я мог практически чувствовать, как он поднимается там. Скажи это еще раз. Скажи еще раз. И я просто сказал. Я буду говорить это каждый день. И я начал просто исповедовать это снова и снова. И вскоре весь мой дух, душа и тело начинали. Говорю тебе, Джерри, я пришел в такой восторг. Я сейчас в таком состоянии. И когда я возвращаюсь к этому, и совершенная любовь изгоняет страх, и любовь Божия излилась в мое сердце Духом Святым, и Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса, с этим вы можете смело смотреть в лицо сатане. Да. Вы уже собираетесь дать нам знак, не так ли? Наше время подошло к концу. Нам дают знак. Да. Что ж, мы с братом Джерри вернемся через минуту. Когда они будут говорить о том, как жить без ограничений. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я скажу вам кое-что еще. Иисус Христос из Назарета жив. И у Него все хорошо. Он сидит по правой руке Отца. Он Господь, слава Богу. И мы рады этому. Потому что, говорю вам, Иисус не связан этой экономикой. Он не связан глупостью людей. Его ничто не ограничивает. Если мы пробудимся к тому, о чем учит нас всю эту неделю брат Джерри Савейл, у нас нет никаких ограничений. Слава Богу. Мне это нравится. Слава Богу. Слава Богу. Давай, Джерри, вернемся к этому. Аминь. Прямо в Словии Божьем. Да. Веди нас снова туда. Это так здорово. Хорошо. Мы не можем оставить 17 главу Иоанна, поскольку именно там и заявляется об отсутствии ограничений. Опять-таки, Иисус молился Отцу. И Он говорит в 14 стихе, «Я передал им Слово Твое, говоря о Своих учениках, и она с вами. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Отсвети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина». Знаете, Иисусу достаточно сказать что-то один раз, но тот факт, что Он сказал это дважды в трех стихах, они не от мира, как и я не от мира, говорит мне о том, что нам нужно откровение о том, о чем Он здесь говорит. Он делает ударение на этом. И для меня это означает, что если мы получим откровение о том, о чем Он говорит, тогда это действительно изменит жизнь. И в одном из переводов Библии говорится, «Они определены этим миром не больше, чем я определен этим миром». И вот это слово «определен» означает «отмечен их границами». Это означает, что разницей между ним и миром было Слово Божье. Да. Не так ли? И Слово Божье никогда не изменяется. Он никогда не изменяется. И когда мы изменяемся, мы позволяем Слово Божье изменять нас, и оно становится окончательным авторитетом нашей жизни, оно переводит нас из этой тьмы в его свет. Мы ходим во свете подобно, как Он во свете. Мы должны быть такими же, как Он. И очевидно, именно поэтому это было так важно для Него, что Он говорит это своему Отцу. «Отец, я хочу, чтобы ты знал, что хотя вот-вот я пойду на крест, я дал им Твое Слово». Другими словами, именно это все и меняет. Именно это и отличает нас от остального мира. Мы распрещались с нормальным, когда получили Слово Божье. Джерри, Бог знал, что Он это сделал. Бог сказал Ему это сделать. Он согласился, и Он сделал это. Но здесь есть кое-что. Я никогда раньше так об этом не думал. Здесь есть кое-что. Иисус должен был помолиться так и провозгласить это, не для того, чтобы Отец об этом узнал. Он уже это знал. Но Он доносит истину до ушей тех людей, и Он утверждает это прямо там. Потому что, когда Он воскрес из мертвых, это исполнилось. И помните позже, когда Петр, после дня Пятидесятницы, одним из того, что он сказал, было, «И это Слово, которое даст вам наследие». Это Слово Божье. Он начал говорить о том, что Слово Божье будет назидать вас, Слово Божье даст вам наследие. То есть Петр стоял там, когда Иисус молился этой молитвой, и он слышал, как Иисус сказал, «Я дал им Твое Слово». Знаете, Петр не особо разбирался во многих сферах, но очевидно, он ухватился там за что-то, что именно Слово Божье изменит мою жизнь. После дня Пятидесятницы, именно Петр действительно был камнем. Он был тем камнем, который держал это вместе. И затем из этого вышел апостол Павел. И уже они оба говорят одно и то же. Одно и то же. Да. Когда Павел пришел и начал давать откровение, которое открыл ему лично Иисус, Петр сказал, «Павел, я никогда ничего подобного не слышал». Это сильно. Но я знаю, что это Писание. Я знаю, что ты услышал от Бога. И Павел поднял это на другой уровень. Да. Поднял с откровением Нового Завета что-то, чего Петр не знал и не понимал, но у него хватило ума понять. Этот человек услышал от Бога. И, конечно, Павел такой сообразительный. Павел был очень высокообразованным человеком. Его учили величайшие умы его времени. Понимаете? Знание было для Павла всем. Он гордился тем фактом, что он был евреем от евреев, фарисеем от фарисеев. О, знание было для него всем. Но когда он встретился с Иисусом и узнал разницу между естественным человеческим знанием и откровением, он сказал, «Я отдам все это. Все это, остальное ничто, ссор, что касается меня по сравнению с превосходством знания Бога». И он понял, что со Словом Божьим нет ограничений. Нет ограничений. В этом вся суть. Да. Именно это Иисус и пытается донести до нас здесь, что мы не от этого мира. Я определён ограничен этим миром не более, чем был определён и ограничен им Иисус, имея в виду, что у меня нет их границ и ограничений. Мир не имеет права ограничивать чадо Божие, чтобы, как они говорили, «Мы не можем делать, мы не можем иметь». Если вы верите тому, о чём там молился Иисус, тогда вы сразу же должны думать. Прячьтесь и смотрите. Не говорите мне, что я не могу что-то иметь. Не говорите мне, что я не могу что-то сделать. Я не от этого мира. Я не определён этим миром. У меня нет его границ и ограничений. И тот же Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, также написал первое послание Иоанна. И послушайте, что он говорит в пятой главе первого Иоанна. Он говорит, цитируя Иисуса, «Мы не от этого мира». Что ж, вы должны быть от чего-то, понимаете? Вы не просто здесь в подвешенном состоянии, если вы не от мира. Тогда от чего же вы? Он сказал, «Если вы верите в Иисуса, вы рождены от Бога. Я не от этого мира, я от Бога». Давай откроем и прочитаем это, Джерри. Первое Иоанна, 4 и 5. Первое Иоанна, 5 глава. Он говорит, «Мы рождены от Бога». «Если мы рождены от Бога, тогда мы побеждаем мир». Итак, здесь он ухватил то, чему он учился от Иисуса в той молитве, что человек, который знает Христа, который принял Иисуса... То есть любой, кто верит в это. Да. Да. Такой человек теперь рождён от Бога. Это означает, что такой человек имеет теперь Божью Божественную природу. У него есть способность действовать на этой земле так, как действовал Иисус. Иисус сказал, «Вы не можете определить, ограничить меня этим миром. Я не от этого мира, я от Бога. И у меня нет границы и ограничения этого мира, равно как и у тех, кто верит в меня». Всякий, рождённый от Бога, побеждает мир. И Слово Божье рождено от Бога. Мы знаем, что Оно побеждает мир. Сила имени Иисуса, рождена от Бога, поэтому мы знаем, что Оно побеждает мир. Да. Но здесь говорится про людей. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождённый, всякий, рождённый от Бога, побеждает мир. И сияясь победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир? Побеждает. Выше и дальше. Да. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? И затем вы приходите к 18 стиху. Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит. О чём это говорит? Всякий, кто рождён от любви и ходит в этой любви, находится в сфере свободной от греха жизни, потому что Он ходит во свете, подобно как Он во свете, и Его кровь очищает нас от всякого греха. Он должен поддерживать жизнь покаяния, когда Он согрешает, разбираться с этим. Именно так Он начал это послание, в первой и во второй главах. Но если вы ходите в этом, тогда Он говорит, рождённый от Бога хранит себя в этой заповеди любви, и лукавый не прикасается к нему. Да. Основная мысль — это идущий, выше и дальше образ жизни. Когда вы вышли дальше, вне досягаемости сатаны. Он не может туда даваться. Грех не будет нам вами господствовать. Свет в земле Гесем. Мой Господь Бог. Закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. Суть в том, что у нас есть право жить выше и дальше той жизни, которой живёт остальной мир. А религия как раз противоположна. Она будет тянуть вас обратно вниз. «Так, успокойся. Тебе не нужно подобно Сэвэйлу и Копланду впадать в крайность. И тебе не нужно это». Знаете, Каннет Копланд и Джерри Сэвэйл не впали в крайность. Если вы посмотрите на это в свете того, что мы здесь читаем, это не крайность. Это просто вера тому, что сказал Иисус. И это в каждой книге Библии, когда вы берёте за это. Но религиозная корректность хуже политкорректности. Она заключит вас в рабство, которое... Я бы по-прежнему был окружён теми ограничениями, если бы послушал её. О, да. Это одна из первых вещей, которые они мне сказали. Когда ты приехал и проповедовал об этом, я пришёл от этого в такой восторг. Я собрал все бобины с твоими проповедями, которые только мог найти и изучал их день и ночь. И я приходил в церковь, и мне говорили, «Не впадай в крайность». Этот брат Копланд впал в крайность. Я не знал, что значит впасть в крайность, поэтому я начал смотреть на твою жизнь и подумал, что ж, он крайне исцелён, крайне благоставлён, крайне преуспевает. А я сижу долго. Думаю, я впаду в крайность. Знаете, наш хороший друг, твой мой хороший друг, он рассказывал мне, и затем я слышал на кассете, как он проповедовал об этом. Так что это все знают. Он сказал, что когда они с женой впервые услышали это, кто-то дал им одну из наших кассет. И затем у него появились твои кассеты. И он был таким же, какими были мы. Он просто набросился на это, как собака на кость, понимаете? И он пришёл в такой восторг. Он не мог слушать ничего другого. У него не было времени слушать своё радио, он слушал те кассеты. И он выбрался оттуда. Но тем временем он дал некоторые из тех кассет своим самым близким друзьям. Они все были верующими. Выросли в одной церкви. И они вроде как послушали их. Ну да, и что? И на этом всё. Ну. И он сказал, то слово возросло и вылилось в это. И оно переросло в то и переросло в это. И мы в итоге поехали учиться в библейскую школу Рэма. И затем Бог повёл нас сюда. И Бог повёл нас туда. И мы начали преуспевать и возрастать. И сейчас мы служим через ту церковь, которую мы открыли. И наше служение распространяется повсюду. Мы в буквальном смысле слова влияем на людей в разных местах по всему миру. И он сказал, это просто результат роста того послания за последние 30 лет. Это просто результат роста этого послания. Конечно. Те же люди, которые слышали тебя, когда я тогда впервые тебя услышал, мы тогда начали изучать те записи с проповедями. И, конечно же, мы начали поступать на основании услышанного. Я приводил это в действие и получал результаты. И некоторые просили, научи нас. И мы с Кэролин открыли для них свой дом. У вас хватило здравого смысла сделать это? Да. И вечером по понедельникам мы с Кэролин собирали у себя дома людей. Это приводит меня в восторг. И мы садились и слушали одну из своих кассет. А затем мы все обсуждали это и говорили об этом. И они просили меня помочь им, поскольку я продвинулся немного дальше. Потому что я настолько погрузился и вовлёкся в это, что мне всё было мало. Я даже закрыл свой бизнес... Ты делал это весь день. ...чтобы изучать это. Понимаете? И поэтому они знали, что я был в этом. И они просили меня объяснить, что там имелось в виду. Понимаете? Если я не знал, мы снова прослушивали ту запись, отматывали назад и снова прослушивали, пока не получали понимания этого. И некоторые из тех же самых людей изучали те же самые послания, слышали то же самое. И Бог выводил нас из Кэролин из Египта и вводил в землю обетованных. А некоторые из них... 40 лет всё на том же месте. ...всё в Египте. Так и не поняли ничего. Когда религия одерживает верх, у неё есть свои границы и ограничения. И вот это всё. Дальше этого вы не продвинетесь. Я видел, как это происходило. Если же вы будете просто следовать Слову Божьему и позволите Ему освободить вас от всяких ограничений. Позвольте Слову Божьему сделать своё дело. Думаю, религия, наверное, ещё хуже, чем этот мир в отношении установления ограничений. О, Джерри, намного хуже. Это самая опасная вещь, известная человеку, полагаю. Потому что они все одинаковы. И христианство — это не религия. Послушайте это. Потому что вам нужно это знать. Христианство — это не религия. Это реальность того, что Бог является нашим Отцом. И есть только один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Бог и Его семья. Но из христианства сделали религию. И не одну. Другие религии, которые даже не имеют к Иисусу никакого отношения, если вы заметите, они все понемногу цитируют Библию. Практически все они. Даже религии Ближнего Востока. Они все так или иначе ссылаются на Библию. Но они являются религиями. И они все говорят вам, чего вы не можете делать. Чего вам лучше не делать. И смотрите, чтобы вы не попались на том, что делаете это и так далее. Но вы входите в реальность Иисуса, и Он начинает говорить вам, что вы можете делать. Кто вы на самом деле? Вы Христе Иисусе. Это удаляет все ограничения, убирает все границы. И Павел сказал в 12 главе послания к римлянам. Именно так оно все и начинается. Через процесс обновления ума. Так что это тоже говорит мне о том, что в действительности ограничения встроены в разуме. Он сказал, не сообразуйтесь с веком, Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. В другом переводе Библии говорится, не позволяйте этому миру вокруг вас сделать из вас себя или впихнуть в вас свой шаблон. Не позволяйте этому миру вокруг вас впихнуть в вас свой шаблон. Поэтому требуется Слово Божье, чтобы обновить разум. И когда разум начинает обновляться со временем, то, что вы считали ограничениями границы, уже больше не кажется ограничениями границы. То, что вы приняли от других людей, будь то родители, будь то семья, будь то культура, общество, которое сказало вам, «Ты не можешь этого иметь, ты не можешь этого делать». И вы приняли это. Когда вы провели достаточное время, не занимаясь обновлением разума, к вам вдруг приходит это откровение. То, что они сказали, неправда, поскольку это не согласуется с тем, что сказал Иисус. Это к тебе вообще не относится. Нет, потому что я не от этого мира. О, это сильно. Я не от этого мира. Знаешь, Джерри, я прямо могу вспомнить, где был я. Я сидел в машине, я находился в восточной части Форт-Уорта, я ехал по дороге и остановился на светофоре. И Господь как раз начал говорить мне о телевидении и о том, что Он предназначил нам делать, тебе и мне, на телевидении. И я подумал, это будет стоить намного больше денег, чем я когда-либо, где-либо видел в своей жизни. И я стоял там на светофоре, и я сказал громко вслух, когда еще горел красный свет. Я сказал громко, «Я не знаю, как я смогу когда-либо это сделать». Да. Я услышал, как Господь внутри меня сказал, «Нет, ты знаешь». Я громко спросил, «Я знаю?» «Да, знаешь». В это время включился зеленый сигнал светофора, и я поехал дальше. И, конечно, я был сосредоточен на дороге. Я поехал дальше. И как только я отъехал от того светофора, говорю вам, «Это просто прогремело в моем духе». «Давайте, и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше». Я подумал, да. Понимаете, я об этом даже не думал. Да. Конечно, это прошло через мой разум, потому что я читал это в Слове Божьем. Но это попало в мой дух, когда я учился в университете Орл Робертса. И Орл Робертс говорил об этом. Семени веры. Семени веры. И брат Хейгин говорил о вере Божьей. И это все было в моем духе. В моем мышлении вокруг этого по-прежнему были эти ограничения. Но Слово Божье поднялось в тот момент в моем разуме и обновило мой разум буквально за мгновение в отношении этого поручения от Бога. И ничего не изменилось. У меня не стало больше денег, чем их было пять минут назад. Но на мне не было никаких ограничений. Я подумал, да, мы можем это сделать. Я сказал, Господь, прости меня, что я медлил здесь. Слава Богу. Да, давайте. Я начал говорить это. Вскоре после этого мы с тобой поехали в Бирмингем. Мы вставали рано утром. У меня был тот маленький двухмоторный самолет. Тот маленький самолет, составлявший 75% активов нашего служения. Что-то порядка 20-22 тысяч долларов. По-моему, именно столько мы вложили в тот маленький самолет. О, это был хороший самолет. Мы летали на нем повсюду. И мы с тобой полетели на нем в Бирмингем. Я сказал, Джерри, у меня есть это поручение. Ты не против вставать вместе со мной немного раньше? Нам здесь нужно проповедовать на этих собраниях, но ты не против вставать вместе со мной здесь каждое утро в пять утра следующие два или три дня? Давай придем перед Господом и получим направление в этом вопросе. И ты сказал, да. И на следующее утро в пять часов мы собрались с тобой. И мы молились там. Я не помню, было это первое утро или второе, неважно. О, ко мне пришло слово от Бога. И Бог сказал, я хочу, чтобы ты отдал этот самолет тому-то, тому-то. На второе утро, да. И я уже слышал это, поэтому меня это не удивило. Меня шокировал размер этого. Да. Но и размер поручения был огромным. Да. Я подумал, хорошо. И поэтому я просто сделал это до того, как у меня было время подумать об этом. Мы немного подождали, когда те люди уже проснутся и встанут. И мы оба очень хорошо знали этого человека. Мы позвонили и сказали ему об этом по телефону. Мы с Джерри оба были на телефоне и слушали, как он закричал. О-о-о-о! Можно было слышать, как телефон застучал по полу. Бам-бам-бам-бам. Я мог слышать, как он кричал и восклицал на всю комнату. Да. Я подумал, он разнесет весь дом. Он крикнул своей жене, она прибежала туда. Она не знала, что с ним было такое. Но семя было посеяно. И тогда Господь добавил, я хочу, чтобы ты сделал капитальный ремонт обоих двигателей. Я не хочу, чтобы ты сеял семя, которое... Что ж, на это ушли все деньги, которые у нас были. И мы сделали капитальный ремонт обоих двигателей. И говорю вам, пришли средства для того, чтобы делать то, что нам нужно было делать. Я никогда ничего подобного не переживал. Со мной случалось такое в отношении... Маленьких вещей. Но вдруг не стало никакой разницы между 25 долларами и 25 тысячами долларов. Было время, когда семя в 25 долларов, которое я посеял, было таким же большим, как и это в 25 тысяч долларов. Потому что мне не было, чего в следующий раз поесть. У меня были лишь эти 25 долларов, и я посеял их. Что ж, ограничения были сняты. Единственное, что было какой-то проблемой, было в моем разуме. И чем больше это обновляло мой разум, тем больше это расширяло мое мышление. И оно по-прежнему продолжает делать это и сегодня. Спустя 40 с лишним лет. И поручения от Господа становятся больше. И оно расширяется. Поручения становятся больше. И оно расширяется, поскольку тот же самый процесс в действии. И ты тогда не понимал, что это было семенем на сегодняшний авиационный отдел. О, да. Понимаешь? Насколько он сегодня крупный. Да. В разных отношениях. И каким бы барьером это не могло когда-то быть, подумай, что с тех пор произошло? О том количестве самолетов, которые с тех пор были посеяны. Джерри, проповедники даже новую машину не купят. Да. А у нас здесь во время конференции служителей стоит 17-18 реактивных самолетов и порядка 15 винтовых самолетов. И они просто посудят. Это сломало дьяволу шею. В том, что касалось авиации и служения. Подавай знак, Тим. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Канет Копланд и Джерри Савелл, когда они будут показывать, как Господь будет направлять каждого в шаг. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Канет Копланд, и сегодня день вашего прорыва и вашей свободы от этой экономики. Скажу тебе, Джерри, я был настолько потрясен осознанием того, что какими бы преуспевающими мы себя не считали, находясь под этой вавилонской системой, которая атаковала Америку 110 лет назад, и функционирует и сегодня, банковское дело и вся эта неразбериха, созданная руками человека процветания и все остальное. Говорю вам, ваш самый лучший день во всем этом был проклятием. Потому что Слово Божие говорит 17 главе Иеремии, «Проклят человек, перестающий надеяться на Бога». Да. «Проклят человек, уповающий на руку плоти и перестающий уповать на Господа». Да. Там так и сказано. Но человек, который надеется на Господа, не знает, когда приходит засуха, и он как дерево, посаженное у воды. Поэтому лучше день. Кого-либо там был проклят. И вы переходите в систему Слова Божьего. И она благословлена. И когда вы ходите в ней, она будет побеждать все это и освобождать вас от этого. И вдруг многим там это не нравится. Но есть люди, которые жаждут того, что имеете вы. Да, верно. Аминь. Они хотят знать, как вы этого добились. Это то, что случилось с Исааком. Филистимляне завидовали ему, когда он сеял во время того голода и пожал во сто крат. Он стал великим человеком, стал очень богатым. Написано, что филистимляне начали завидовать ему. Это выставило его Бога в хорошем свете. Именно поэтому Бог хочет поднять нас на уровень выше и дальше. Сделать нас преуспевающими. Чтобы в нашей жизни сегодня работало это благословение. Так, чтобы этот мир увидел, что мы служим великому Богу. Им нужно то, что есть у нас. Верно. Им не нужно больше религиозного рабства. Оно у них есть. Им нужна истина Слова Божьего, которая освободит их от этой системы. Так же, как она освободит вас от немощи и болезни. И ада, когда вы умрете. Благословение Божье предназначено не только для того, чтобы сделать нас способными превосходить и подниматься над всеми ограничениями, которые имеет этот мир. Но так же, чтобы делать нашего Бога привлекательным для этого мира. Снять ограничения со своей жизни. И затем помочь кому-то снять ограничения с его жизни. Это то, что ты сделал для меня, проповедуя Слово Божье. А также благодаря тому, что у меня была возможность тогда, много лет назад, поработать с тобой и видеть, как ты берешь Слово Божье, и не только проповедуешь его, но живешь им и что оно производит. И знаешь, мой сообразительный ум быстро это понял. Делай то, что делал он, и ты получишь то, что получил он. Когда мы с тобой объединились в одну команду, чтобы помогать в этом другим людям и проповедовать это послание, потому что я был всего на три года впереди тебя. И когда мы начали это делать, это стало приключением. Да. Что вы можете с этим сделать? Да. И мы с тобой начали идти и делать то, чего наш разум не слышал еще десять лет назад. Пять лет назад. И вдруг мы начали понимать, что это не остановить. Если вы будете пребывать в вере и пребывать в Слове Божьем, не позволять этому так или иначе уклоняться в сторону. Да. Знаешь, тогда... И ты помнишь ту старую машину, на которой я ездил, когда приехал сюда? На сегодня? Да. Чтобы просто показать вам, как Бог и Его Слово могут удалить эти ограничения. Я ездил на этой старой добитой машине, и в естественном плане казалось, что я буду ездить на ней всю оставшуюся жизнь, если она проедет еще день или два. Но Слово Божье не только дало мне машину получше, без долгов, но я смог купить еще кому-то новую машину. И именно так оно и делает. Именно это оно и должно делать. Да. И тот человек, в которого ты посеял, чему ты научился? И мы с тобой... Вот что означает духовный сын. Да. Это рождается в нем от нас. И затем, когда они возрастают в этом, затем они начинают возрастать. И это просто... Это не должно никогда заканчиваться. Это должно становиться все больше и больше. И теперь наши дети делают это. И это просто расширяется и расширяется. И нет... Кто-то скажет, разве что только до неба. Нет. И это не предел. Да. То, что мы знаем, сотворило небо. Никаких ограничений. Так что это намного выше этого. Как говорил Орл Робертс, другая сторона этого просто великолепна. Мне его не хватает, правда? Что ж, это еще одна причина, почему от того, с кем вы общаетесь, напрямую зависит, как далеко вы идете. Напрямую. Знаете, если вы вращаетесь среди людей, которые постоянно говорят об ограничениях, мы не можем делать это, мы не можем делать то, и это невозможно. И даже в семье, знаете, люди передают эти ограничения от одного поколения к другому. Твой папа был бедным, мой папа был бедным, наш дедушка был бедным, у него никогда ничего не было, у меня никогда ничего не было, у тебя никогда ничего не будет. И вы растете в вере во все это, понимаете? Думаешь, ты чем-то лучше нас? Именно это Иисус здесь и говорит. Я дал им Твое Слово, и мир ненавидит вас за это. Но знаете, пройдет не так много времени, и они будут искать номер вашего телефона, когда окажутся проблемой. Мы можем на минутку обратиться к книге Малахии и посмотреть на это. Говорю вам. Это говорит у меня в костях. Третья глава Малахии. Он говорит там о том, чтобы приносить десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, было Слово Божье. Слово Божье названо духовной пищей. Иисус назвал Себя хлебом. Но посмотрите дальше. В 13 стихе говорится, «Дерзостны предо мной слова ваши», говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно, или вся эта работа напрасна. Все то, что мы верим, напрасно. Служение Богу. И что позже, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савауфа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. В действительности там используется слово «благословленными». Мы считаем надменных благословленными. Это богохульство, Джерри. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. О, но, Джерри, послушайте 16 стих. «Но боящиеся или почитающие Бога говорят друг другу». Все, что мы делаем, это говорим слова веры. Мы постоянно говорим слово Божье. Мы делаем это уже более 40 лет. Мы делаем это все больше и больше. Это не становится меньше. Посмотрите, что он сказал. «Но почитающие Бога говорят друг другу». Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Он сказал, «Те слова, которые вы говорили друг другу, я записывал их, я помнил их». Джерри, говорю тебе, «Мои кости просто пылают этим». Это потрясающе. Он прислушивается. Меня интересует, что он говорит, а его интересует, что мы говорим. Он прислушивается к тому, что мы говорим. Читай эту книгу. Читай! Это что-то. Ой, есть памятная книга обо всех тех временах, когда нам было больно. Как мы когда-либо победим это? Если у нас нет и жалких десяти центов, что мы будем делать? Я скажу, что мы будем делать. Мы будем иметь веру Божью. Не так ли, Джерри? Мы будем иметь веру Божью. И ты говоришь, «Мы будем давать, и дастся нам». И мы начинаем просто бомбардировать это, просто проповедовать друг другу, и начинаем просто давать все, что у нас только есть. И вот оно приходит, прямо оттуда. Все это было записано. Да. Джерри, я в таком восторге от этого. Интересно, сколько раз Бог возвращается и перечитывает, как мы с тобой летали над этим участком земли на том маленьком самолёте. Да. Мы прилетали сюда на том маленьком самолёте, и по взлётно-посадочной полосе ходили коровы. И мы опускались достаточно низко и разгоняли коров, делали небольшое касание и улетали. И ты сказал, «Во имя Иисуса, я говорю это верой, мы получим этот участок земли. Мы построим здесь наш центральный офис служения». И когда ты это сказал, тот старый маленький самолёт был ненамного быстрее газонокосилки с крыльями. Нет, его можно было обогнать на... И то маленькое офисное помещение, в котором мы находились. Моим офисом был коридор, ведущий в подвал или туалет. Когда я шёл из своего офиса в туалет, тебе нужно было куда-то уйти, чтобы я мог пройти. Если тебе нужно было пройти в туалет, я должен был уйти из своего офиса. Он там в коридоре записывал кассеты. Я сижу здесь и думаю, сколько раз я сидел со Словом Божьим и просто был так счастлив, читая его. Интересно, сколько раз Бог наклоняется к Иисусу и говорит, «Давай я прочитаю тебе кое-что, что Кеннетт сказал там в 1970 году». И посмотри, вот что сказал Джерри. «Да, я расскажу тебе чуть больше об этом». И ты начинал проповедовать мне, а я проповедовать тебе. Наши жёны собирались вместе. Мы все начинали проповедовать друг другу. Затем присоединились Деннис и Вики Бёрк. Затем Хэппи и Дженни Колдвилл. Затем Джесси и Кэти Дюплентис. Затем Крефлы и Тэффи Доллар. И вот спустя какое-то время мы все вместе говорим это, и Бог всё это записывает. Да. Но заметьте, те слова, которые были дерзостны перед Ним, что произошло с теми людьми? Да. Это возвело ограничения в их жизни. Это построило вокруг них границы. О каком псалме ты мне говорил? Посмотрите 77-й псалом. О, да. 77-й псалом, 19-й стих. Там говорится об израильском народе. И говорили против Бога и сказали, «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Но затем они сказали, «Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовить мясо народу Своему?» Другими словами, сколько бы чудес Бог для них не совершал, сталкиваясь со следующей оказавшейся невозможной ситуацией, и они говорили, «Да, но может ли Он сделать это?» Джерри, я слышу это постоянно. Что ж, это тоже записано. Да. И заметьте, что произошло как результат того, что они постоянно говорили против Бога? В 41-м стихе в одном из переводов сказано, «И снова искушали Бога и ограничивали святого Израилева». Именно об этом ты и говорил. Именно. Именно. Если вы не говорите Слово Божье, тогда вы строите ограждения вокруг своей жизни, из-за которых вы будете жить посредственной, обычной мирской жизнью. Тогда как Бог уже давно сказал, «Я дал вам Своё Слово, и вы не от мира сего, и благодаря этому у вас есть право жить идущей выше и дальше жизнью. Не жизнью обычной, а необычной». Фактически. У меня скоро выходит новая книга, которая называется «Никаких ограничений». Зачем довольствоваться обычным, когда вы можете иметь необычное? Слава Богу! Знаете, именно это происходит каждый раз, когда вы говорите против Слова Божьего. Вы принимаете те ограничения, которые, как говорит этот мир, вы должны иметь. Но мы не должны жить таким образом. Хорошо, Иисус сказал это в одном стихе. Да. В одном стихе. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». И вы дадите ответ за каждое праздное, пустое слово, которое вы говорите. Все это в одном месте Писания. Да. Верно. И если вы изучите 77-й псалом, вы сможете найти две очень четкие вещи, которые накладывают это ограничение на Бога. Если вы ограничиваете Бога, то понятно, что вы будете ограничивать и себя. И вот эти две очень четкие вещи. Номер один — негативные слова. Номер два — мелкое мышление. Негативные слова и мелкое мышление. И следующее, что просто следует за этим, это то, как вы поступаете. Вы будете поступать и действовать незначительно и мелко, а потом вы оказываетесь в трудном положении. Да. И можете себе представить, это люди, которые видели, как он разделил Красное море. Да. Можете себе представить. Но так же дать и хлеб. Да. Хотя разве вы не подумали бы, что любой, кто был свидетелем этого, никогда больше не усомнится в Боге? Но они усомнились. Не имело никакого значения, сколько чудес он совершил. Столкнувшись со следующей ситуацией, казавшись чем-то невозможным, они говорили «Да, но может ли он сделать это?» Джерри, ты вскрыл сердцевину. Самую суть, где кроется истина, которая расставляет все по местам. Это линия, проведенная посередине этого. Вера созидается не тем, что может чувствовать или видеть физический глаз. Она не приходит таким образом. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Да. От слышания Слова Божьего. Верно. Да. Люди спасаются, слыша и поступая на основании Слов. Люди освобождаются, слыша и поступая на основании Слов. Люди гибнут, слыша и поступая на основании Слова. Слов неверия. Да. И именно поэтому это что-то очень сильное в моем духе. Та молитва, которую Иисус молился в 17 главе Иоанна. Да, да. И то, что Он сказал, «Я дал им Твое Слово». Да. Без Слова Божьего. Подумайте, что Он для нас сделал. Да. Без Слова Божьего мы были бы так же ограничены, как и остальной мир. Не было бы никакой надежды на лучшую жизнь. И Он не должен был это нам. Да. Он принес это нам по благодати. И затем Он сказал, «Если вы пребудете в Слове Моем, вы истинно будете Моими учениками, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Чем больше Слова Божьего, тем больше свободными вы становитесь. Чем больше Слова Божьего, тем меньше у вас ограничений». И могу я тогда сказать следующее? От слов своих вы оправданы, и от слов своих вы осуждены. От слов своих вы не ограничены, и от слов своих вы осуждены или ограничены. Я думал об этом перед вчерашней передачей. О том, чтобы идти выше и дальше. Выше и дальше. Выше и дальше. О том, о чем ты говоришь. Выше и дальше ограничение этого естественного падшего мира. Верно. И я думал о почетной медали Конгресса. Выше и дальше чувство долга. Выдающийся героизм. Выше и дальше чувство долга. Кто-то вырвался из этих ограничений. Все остальные были ограничены, но этот человек просто вырвался из этого и сделал необычное. И он спас жизни многих людей, пойдя выше и дальше того, что кто-либо просил его делать. Да. Он не обязан был это делать. И здесь Иисус говорит, пойдемте со мной выше и дальше обычного. Я возьму вас туда, где нет никаких ограничений. Вот, Джерри. А подумайте о движении в защиту гражданских прав. Это движение началось не потому, что чернокожего человека попросили сесть в хвосте автобуса. Оно началось, когда чернокожий человек получил откровение о свободе. И любви Божьей, да. И что произошло? Как только они получили откровение об этом и предъявили на это права, что они теперь говорят? Вы больше не можете из-за цвета моей кожи налагать на мою жизнь эти ограничения. У меня есть такое же право ездить в передней части автобуса, как и в хвосте автобуса. Я имею такое же право есть за той же стойкой, за которой едят белые люди. Кто-то предъявил права на Конституцию Соединенных Штатов. И когда... Разве наш Новый Завет не является нашим дирием о правах? Да, именно. И когда доктор Кинг... И эта свобода была установлена в 1865 году. Это было записано в том документе. И кто-то, только сто лет спустя, в 1965 году, это был доктор Кинг, который сказал, «Эй, либо это правда, либо нет». И мы это выясним. Что же, благодарение Богу это установлено. Но он просто стоял на этом и говорил, «Нет, вот что здесь написано, и я свободный человек. Все». Да. И он продолжал возвращаться к тому, что сказал и написал Авраам Линкольм. Он говорил написано. Он продолжал ссылаться. Именно это мы здесь и делаем. Почему я должен страдать финансово из-за того, что этот мир говорит, что у нас плохая экономика? Тогда как написано, что я не от этого мира. Это более высший документ. Это более высший документ. И я не от этого мира, поэтому я не должен иметь их ограничения. Когда они кричат «самые худшие времена», у меня есть право кричать «мои лучшие времена». «Лучшие времена». И ты доказал это в 2009 году. Когда в 2009 году они говорили «худшие времена», фактически, позвольте мне рассказать вам, что произошло. В ноябре 2008 года я летел в Танзанию. Я сел на самолет здесь, в аэропорте Далласа. Я летел сначала в Амстердам, а затем в Калиманджаро. Я сел на самолет в Далласе. Рядом со мной сидел человек, мы друг друга не знали, просто поздоровались друг с другом. Прошла стюардесса и раздала нам газеты «Уолл Стрит Джорнл» и «Уэссэй Тудэй». И я начал просматривать их, пока мы набирали высоту. На первой странице говорилось о том, какой плохой была экономика и как страдают все эти благотворительные организации, такие как Красный Крест, Армия Спасения, некоторые другие. Также были перечислены некоторые церкви и служения. Они все страдали, и в той же статье говорилось, «И станет еще хуже, прежде чем станет лучше». И я забыл. Прочитав ту статью, я забыл, что я летел не на своем самолете, а коммерческим рейсом. Я просто громко закричал, «Меня это не затронет». И человек, сидевший рядом со мной, скачил. Он подумал, что я говорил о каких-то проблемах с самолетом. Он спросил, «Что?» Я ответил, «Это статья». Он спросил, «Что с ней такого?» Я ответил, «Они написали, что с благотворительными организациями и их доходами станет еще хуже, прежде чем станет лучше». Он спросил, «А к вам это как относится?» Я ответил, «Я служитель, у меня есть благотворительная организация, и меня это не затронет». Он спросил, «А чем вы лучше остальных?» Я ответил, «Потому что я знаю мой завет. Я не от мира сего. У меня нет их ограничений». «Серьезно?» То человек так разозлился на меня. Он так разозлился на меня. Он посмотрел на меня, поднес свою газету к лицу и сказал, «Что бы там ни было, и больше не разговаривал со мной все 8 часов. Мы прилетели в Танзанию, у меня там было 25 пасторов. Со мной была моя дочь Терри, телевизионная команда и пару моих внуков. Где-то на третий день нашей поездки Терри отправилась в ту маленькую гостиницу, в которую мы останавливались, посмотреть, нет ли у них бизнес-центра, чтобы она могла проверить электронную почту. Она просмотрела ее и сказала, «Папа, посмотри на это». Это было письмо от нашего бухгалтера. В нем говорилось, «Дорогие Терри, брат Джерри, я знаю, что вы отлично проводите там время, благословляя людей, проповедуя Слово Божье и проповедуя Евангелие. Я просто хотел сообщить вам, что на этой неделе, пока вы находитесь там, мы получили чек на одну из самых больших сумм, которую мы когда-либо получали в этом служении. Да, чтобы там ни было. Мне хотелось найти того человека и сказать, что бы там ни было, понимаете? Говорю вам прямо сейчас. Его слова были дерзостны пред Богом. Дерзостны. Да. Бог прямо там доказал, что я не от этого мира. И с того момента, когда я сказал громко перед всеми теми людьми, меня это не затронет, это было в ноябре 2008 года. К концу декабря 2009 года, тот год был самым замечательным годом, который у нас когда-либо был. Джерри, знаешь, ты явно сказал это под помазанием Духа Святого. Да. И когда ты это сказал, эти слова утвердились. Никакой разницы от того, когда Бог сказал, да будет свет. Да. Это было его слово. Ты сказал его. И Бог записал его. И Бог записал его. И ангелы. Он сказал, ребята, смотрите. Джерри сказал это. Вам лучше браться за работу. Поторопиться из-за того, что... Мой сын сказал это. И Иисус сказал. Скажу вам прямо сейчас. Он мой брат. И я не стыжусь называть его своим братом. И говорю вам прямо сейчас. Он сказал это. Я сказал это. Так чего вы здесь стоите? Идите и сделайте это. А непослушные слова Божьи. И крепкие силы повинулись Слову Божьему. И наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Я сказал, когда они будут показывать, как Слово Божье может работать в вашей жизни. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте. Это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы просто прославляем и благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Слово Божье является окончательным авторитетом в нашей жизни. Все, что Ты сказал, истинно. Мы являемся теми, кем Ты сказал, мы являемся. Мы можем делать все то, что Ты сказал, мы можем делать. Слава Богу. И мы все можем в укрепляющем нас, помазанном Иисусе Христе из Назарета. Мы благодарим Тебя за это. Имя Иисуса. Аминь. Сегодня снова поприветствуйте вместе со мной брата Джерри Суэл. Джерри, это была взрывная неделя, скажу тебе. Ты снова возгрел меня, слава Богу. Слава Богу. Давай, Джерри, вернемся к нашей теме. Я по-прежнему думаю об этом выше и дальше. Да. Я думал об одной своей конкретной поездке. Там, где я был, погода не была совсем такой уж плохой. воздух был турбулентный, было жарко, по пути были грозы, но тучи в действительности не было так уж ужасно. Но воздух был турбулентный. Я имею в виду такое... Оно не опасно, просто некомфортно. Да. Ты уже знаешь, что тебя хорошенько потрясет. Я стоял в конце взлетной полосы, и я знал, что будет трясти. И я уже... Я сказал это Глории, сидевшей на заднем сидении. Я думал, еще всего несколько минут, и я поднимусь над этим всем. Я не думал о том, каким трудным будет полет. Я думал об этом раньше, до того, как я смог летать на больших высотах. Мне приходилось лететь под всеми этими тучами, и я летел так целый день. И это просто выжимало из вас все соки, понимаете? Но тогда я стоял там в конце взлетной полосы, и я думал... Не проблема, всего 6-7-8 минут, и я уже буду не здесь, а над всем этим, где спокойный воздух. А вскоре мы начали летать на реактивных самолетах. И тогда вы начинаете думать, эта гроза не имеет никакого значения. Они не поднимаются выше 13 тысяч метров, а я лечу на высоте 14. 15 тысяч метров. О да, над всем этим в красивом голубом небе. В то время, как они все там внизу на земле кричат, понимаете? Да. Но я думаю о своем образе мышления. И мой разум был обновлен. Потому что ограничения Земли за 50 с лишним лет были сняты с меня. Я думаю, сейчас в диапазоне от поверхности Земли до 17 тысяч метров. Потому что разрешенная высота для самолета Сайтейшн-10 17 тысяч метров. Поэтому мое мышление покрывает такое пространство. А когда-то я был привязан к Земле. У меня не хватало денег на билет на самолет. Я был привязан к Земле. Я мы на дорогах. Вы понимаете. Я был привязан к этому. Поэтому мое мышление было только здесь. Что ж, это то, что сделало для меня Слово Божье. Я начал видеть дальше того, что я мог видеть, что я мог чувствовать, что я мог слышать. И я больше не ограничен тем, что я могу видеть этими глазами. Я научился от брата Хейгена и брата Робертса смотреть глазами веры. Я научился слышать голос Божий, а не просто голос всех остальных, который говорит, ты не можешь этого делать. Бог сказал, нет, ты можешь. Давай, идем со мной. Это замечательно. Но вы выходите на такой уровень, когда вы начинаете думать таким образом. И именно это и замечательно. И то же самое, что ты говоришь в отношении авиации, когда ты поднимаешься над облаками. Послушайте, что говорит Павел в 4 главе 2-го послания к Коринфянам о жизненных трудностях, испытаниях и так далее. 2 Коринфянам 4, 17. И это одно из мисписаний, к которым повел меня Господь в отношении идущей выше и дальше жизни. Он говорит, «Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит безмерным при избытке вечную славу». И здесь он говорит, что даже несмотря на то, что мы можем проходить через какие-то трудности, хорошо то, что трудности не длятся вечно. Они кратковременные. Это то, что изменится. И затем он говорит, что в то же самое время, когда вы проходите через эти трудности, независимо от того, можете вы это почувствовать или нет, можете вы это увидеть или нет, что-то работает. Говорится, что кратковременное лёгкое страдание производит для нас что-то, что гораздо больше этой трудности. Оно производит вечную славу. В расширенном переводе Библии сказано, что это приготавливает, производит и достигает для нас вечную славу сверх всякой меры, чрезмерно превосходящую всякое сравнение. То есть Бог говорит, что если вы не будете сдаваться в этих трудностях, всякая трудность, через которую вы проходите, в итоге станет одной из ваших величайших побед. Если вы не сдадитесь посреди вашей величайшей финансовой атаки, Бог обернёт её в идущую выше и дальше финансовую победу. Если это величайшая атака, это означает, что это будет самым большим, что у вас когда-либо было раньше. Да. Чтобы победить это. Знаете, то давление, которое вы испытываете в этой трудности, когда Бог разворачивает это на 180 градусов, если вы не... Павел говорит, «Посему мы не унываем». Если вы не унываете, не ослабеваете посреди всего этого, если вы не сдадитесь, Бог развернёт это на 180 градусов. Это будет лишь чем-то кратковременным. Оно не может длиться вечно, оно временно, оно ограничено во времени. И если вы не будете сдаваться, проходя через это, Бог сделает так, что то давление, которое вы испытывали, покажется мгновением по сравнению с той победой, которая у вас будет. Да. Подождите минутку. Подождите минутку. Прочитайте. Когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое. Да. Здесь есть процесс, Джерри. Эти местописания просто начали выпрыгивать из моего духа в мой разум, когда ты говорил. Он подробно объяснён в 12 главе евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». Другими словами, перестаньте смотреть на это. Второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престола Божьего». Помыслите о претерпевшем. Сосредоточьте свой разум на нем. «Претерпевшим» — такое над собой поругание от грешников. За вас, другими словами, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Это весь процесс. Это процесс. Если вы готовы это делать, Бог говорит, «Я разверну это на 180 градусов, и я сделаю так, что вы войдёте в идущее выше и дальше проявление моей силы и моей славы, которое заставит выглядеть то, через что вы проходили, таким маленьким, что вы будете удивляться, почему вы вообще об этом волновались». Джерри, знаешь что? Ты говорил об этом в понедельник, во вторник, и в среду. Ты говорил о том, о чём Иисус молился и проповедовал им в 17 главе Иоанна. Если вы начнёте думать об этом, Иисус сказал, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Да, верно. «Я вижу, что Он для меня сделал. Когда Он молился этой молитвой, всего через несколько часов, Он должен был пойти на крест, описанный здесь. Если я сосредотачиваю свой разум на Нём, я вижу, как Он молился за меня этой молитвой. Я не смотрю на то другое. Я не смотрю этот телевизор. Если только по нему не проповедуют брат Джерри, брат Кеннет, брат Крефла Доллар, или ещё кто-то. Я не слушаю ту остальную неразбериху. Я не слушаю это. Я не могу сейчас это слышать. Я не могу слушать сейчас о том, что мы разорены и подавлены. Нет, 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 нет. Я не смотрю на это. Я смотрю на Иисуса. Мой взгляд сосредоточен на Нём. Я смотрю на Него. Я помышляю о том, что Он сделал. Он понёс мои немощи, Он понёс мои болезни, Он понёс мою боль. Он освободил меня от нищеты и болезни, страха и бесов. Он понёс мою нищету, мои долги и всё остальное. Мой разум сосредоточен на Нём. Я не свожу свой взгляд с Него. Я не смотрю на это. Я не говорю эти слова. Я говорю вот эти слова. Слово Божьего. И вы должны привести это в действие. Вы должны быть жесткими в отношении этого. Да. Потому что, что говорит вам дьявол, является жестким. Он лжет и кричит каждый раз, когда вы включаете телевизор. И вы принимаете осознанное решение. Библия говорит об Аврааме. Он не помышлял о своем теле, и что утроба Сарина в омертвении. То есть вам придется... Именно. Не помышлял. Не помышлять об одном, но помышлять о чем-то другом. Да. Поэтому я перестал помышлять о том, что говорит этот мир. Я не сообразуясь принимать их ограничения. Когда Иисус сказал, «Я не от этого мира, я не определен, не ограничен этим миром, я не отмечен их границами». Поэтому, что бы они ни говорили... Я не живу там. Что бы они ни говорили, я не помышляю об этом. Да, да, да. Но я не могу. Мой разум не может быть пустым. Я должен помышлять о чем-то другом, если я не буду помышлять об этом. Поэтому я не буду помышлять о том, что они говорят, потому что они пытаются наложить на меня ограничения Но я помышляю о том, что говорит Иисус, и на том, что Он говорит, нет ограничений. Именно это и должно делать Слово Божие, не так ли? В моей Библии здесь стоит параллельная ссылка. Там, в 4 главе 2 Коринфянам, дается ссылка на 17 главу Иеремии. «Проклят человек, который надеется, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск». Вереск — это маленький низкий кустарник. Он не может расти большим в пустыне. И послушайте этого человека. Он не говорит о неверующем. Это человек, который свел свой взгляд со Слова Божьего и перевел его на засуху. Или на экономическую засуху, или голод, или что бы там ни было. Он будет как... Не сказано, что он был таковым, но он становится подобным ему. Он начал думать, как тот, и свел свой взгляд с Господа, и не увидит, когда придет доброе. Он слишком занят тем, что смотрит на что-то другое. И приходит его ответ. Но он не видит его и не слышит его. Он говорит, Бог мне не помогает. И Бог стучит этим ему по голове. Но он не может этого увидеть. «И поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой». И Господь забросил в мой разум мысль, о которой я раньше никогда не думал, которая имеет отношение к тому, о чем ты нам вчера говорил. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь. Его глаза устремлены на Бога. Он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока». Не знает оно, когда приходит зной или засуха. Его глаза устремлены на что-то. Да, и засуха здесь, но он не помышляет о ней. Он смотрит на что-то другое. Но он не помышляет о ней. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится. Он не делает скрытый запас и не утаивает. И не перестает приносить плод. Этот человек приносит плод, и он предлагает этот плод тому маленькому низкому кустарнику там, в пустыне. Но знаете что? Тот маленький низкий кустарник в пустыне, на знояной равнине. Разозлится на этого человека, потому что... Да. ...у того все хорошо. Я не понимаю. Он думает, что он там, и у него такие вот зеленые листья. Я не буду есть никакие его плоды. Что ж, просто умер от голода, маленький глупец. Вот Бог дал тебе все это. Он дал тебе самое лучшее, что у него есть. Он дал тебе все, что тебе нужно, но ты слишком умный. Он не может этого увидеть, Джерри. Его взгляд сосредоточен на нем самом. Это серьезно. Он слишком затянут в мирские системы. Он затянут в этот мир. И он видит себя в свете этого. Он видит себя маленьким кустом. Он видит себя маленьким кустарником. Вы можете вылить на него воду, и там просто все бесплодно. Но вот здесь другой человек. Он принял все мирские ограничения. Он говорит, у нас засуха, у нас будет засуха. С этим ничего не поделаешь. Я обествую. Нравится вам это или нет? Мне нравится, как этот седьмой стих в Еремии звучит в расширенном переводе Библии. Там говорится, что этот человек, разум которого сосредоточен на Боге и который уповает на Бога, самый благословленный. Самый благословленный. Разве это не здорово? Самый благословленный является этот человек. Он самый благословленный. И дальше говорится, он не будет беспокоиться и не будет полон забот в год засухи. И он не перестанет приносить плод Он не беспокоится об этом Он не заботится Это происходит вокруг него Он будет кормить этот маленький кустарник Если тот придет сюда, но тот не хочет на него смотреть Прочитай, как это сказано в 8 стихе Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен Как это сказано в расширенном переводе Библии По сути, там говорится то же самое Оно не видит и не боится, когда приходит зной Но его листья будут зелеными Оно не будет беспокоиться и не будет полно забот в год засухи И оно не перестанет приносить плод Я посмотрел И мне было интересно Почему там сказано зеленый лист Ну, вот оно во время засухи Когда нет никакого дождя Но оно выглядит так, как будто там постоянно идет дождь Потому что у него есть вода, которую вы не можете видеть Но меня это не удовлетворяло Поэтому я посмотрел, что использованные там еврейские слова Означают роскошь Он одет роскошно Да Он говорит Посмотрите на него, стоящего там, в его модных зеленых листях Что ж, он делает это для вас А вы не хотите пойти туда и встать под тень его дерева И так важно Чтобы мы помнили Что этот плод, который висит на нас Благословение Господне Оно обогащает и печали с собой не приносит Но Все это благословение, висящее на нас Предназначено для этого маленького человека Он умирает там На этом зной Он сгорает И он не может от него скрыться Именно поэтому мы зеленые И именно поэтому у нас есть плод, который можно есть Да Давайте же Если мы сможем заставить его свести свой взгляд в себя И затем с того, что происходит И перевести свой взгляд на Иисуса Идите сюда Посидите здесь немного под тенью моего дерева Это то, что Бог сказал Авраму Я благословлю тебя И ты будешь благословением Много лет назад я попросил Господь Дай мне определение того, что такое благословение И он сказал Сосуд Божий, который предотвращает несчастье в жизни других Разве это не здорово? Это сосуд Божий, предотвращающий несчастье в жизни других Вот что такое благословение Когда вы благословлены Тогда не только качество вашей жизни лучше Но теперь вы можете помогать предотвращать несчастье в жизни других Сосуд Божий, который предотвращает Несчастье в жизни других Несчастье Вот и здорово. Он дал мне это однажды. Я был на одном собрании, а этот пастор совсем маленькой церкви сказал мне, «Брат Джерри, я на самом деле стесняюсь попросить вас приехать к нам. У нас в церкви всего человек 40, но мы очень хотели бы, чтобы вы приехали». Я ответил, «Я приеду». И он сказал, «Знаете, я не знаю насчет пожертвований». Я сказал, «Послушайте, не беспокойтесь о пожертвованиях. Я приеду и просто посею вашу жизнь. Любой, кто жаждет, может рассчитывать на то, что я приеду туда». И я приехал в ту маленькую церковь. И у нас с ними было просто отличное время. Моими пожертвованиями был ореховый пирог, который испекла жена пастора. Где ты сказал, они были? Да, просто милейшие люди. И затем помнишь, когда появились эти большие спутниковые тарелки? О, да. И проводились спутниковые семинары, которые по тарелке можно было смотреть в церкви. «И та церковь верила о такой тарелке». Они хотели иметь такую тарелку, чтобы иметь возможность смотреть трансляцию этих собраний. «Это 1988 год». «Твоего служения». Это было в 1988 году. И наше служение купило им такую тарелку, чтобы они могли смотреть эти собрания. Мы послали её им и повесили её у них в церкви, чтобы они могли смотреть это, и они спросили, не смогу ли я к ним снова приехать. Я снова приехал к ним. И в этот раз пастор сказал, «Брат Джерри, вы были для нас таким благословением. Наша церковь на протяжении шести месяцев собирала для вас пожертвования. Это не такая уж большая сумма, но она большая для нашей церкви. И мы не хотим, чтобы это пошло ваше служение. Мы хотим, чтобы это пошло лично вам». И за шесть месяцев они собрали тысячу долларов и отдали её мне. И я сказал, «Вы не обязаны отдавать это мне? Нет, это для вас и сестры Кэролин. Делайте с ними, что хотите, это для вас». Я поблагодарил их. И знаете, я действительно ценил их желание сделать это. Я вернулся домой, и Кэролин сказала, «Я так рада, что ты вернулся сегодня до полуночи». Я спросил, «Почему?» Она сказала, «Здесь есть одна семья, которую собираются выселить из их дома. Если до полуночи они не заплатят тысячу долларов, их выселят из их дома. А у них четверо детей, и они не знают, куда им деться». Я сказал, «Что ж, тот пастор только что дал мне тысячу долларов, сказав, что это лично для нас с тобой. Давай отвезём им эти деньги». Мы поехали туда. Их дети выносили из дома свои куклы и складывали их в багажник машины. Складывали туда свои игрушки, и они, увидев нас, спросили, «Брат Джерри, что вы здесь делаете?» Я сказал, «Идём, дети, вы никуда сегодня не переезжаете». Мы зашли в дом, и их мама с папой паковали вещи, и я сказал, «Послушайте, я слышал, что вам сегодня до полуночи нужно заплатить тысячу долларов». «Да, Брат Джерри, мы просто столкнулись с тяжёлыми временами». И я сказал, «Что ж, у меня есть тысяча долларов. Давайте пойдём к владельцу дома». Мы постучались ему в дверь и отдали тысячу долларов. И Господь сказал тогда, «Вот что такое благословение. Ты только что предотвратил несчастье в жизни других». Вот чем вся суть. Вы преодолеваете ограничения, в которых, как говорит этот мир, мы должны жить. Не только для того, чтобы мы с вами могли жить комфортно, а для того, чтобы мы могли предотвращать несчастье в жизни других и показывать им, что они не должны жить в этих ограничениях. Аллилуйя. Ко мне только что пришло слово от Господа. Если вы говорите сейчас, «О, мне бы хотелось быть способным это делать. Мне бы хотелось быть способным помогать таким людям». Это первый шаг. Гореть вот этим желанием быть таким человеком. Это будет возрастать. Просто начинайте с того уровня, на котором вы находитесь. Возможно, это не будет казаться вам чем-то значительным, но то, что кажется маленьким, для вас, говорю вам, кто-то находится в еще худшем финансовом положении. И просто скажите, «Господь, с чего я могу начать? Как я могу это сделать?» Просто возьмите то, что у вас есть, и сделайте это. И это начнет возрастать. И это побуждение вас будет становиться больше, больше и больше. В этом суть всего этого. Это сострадание Божье. И именно для этого предназначены активы в этом естественном мире. Именно это и заставляет их приходить. Верно. И затем вы начинаете становиться частью служения. И это начинает возрастать. И вот уже вы все вместе делаете то, чего никто из вас сам по себе не мог бы сделать. Именно так это и продолжает работать. И вам нужно быть частью церкви, действующей таким образом. И вот почему так важно партнерство. О, Джерри. Потому что то, что может сделать мое семя, посеянное твое служение, намного больше того, что я могу сделать с этим семенем сам по себе. Из-за тех масс людей, которых ты достигаешь. Вот почему. Именно это и означает слово партнерства. Вот почему партнерство является таким сильным и эффективным. Добавленная часть, добавленная к моей части. Да. В руках Иисуса. Да. О, это что-то огромное. И кто-то может смотреть на нас сейчас и говорить, ну, я хотел бы сделать что-то на Гаити. Но что могут сделать мои 25 долларов? Что ж, а если на Гаити есть служение, и вы соединяйтесь с ним с другими людьми, поддерживающими его? Теперь мы смотрим на большую картину. Джерри, позволь мне сказать следующее. Послушайте сейчас это. Что сделают мои 3 доллара? А что, если так скажет миллион человек и удержит свои 3 доллара? Это 3 миллиона долларов, которые должны были течь в Царство Божье. Потому что у тех людей было это сострадательное побуждение. Эти 3 доллара являются семенем для 30, и семенем для 300, семенем для 3000. Семенем для 3000. Бог не имеет на себе никаких ограничений. Их не будет и на вас, если вы научитесь просто сеять это. Верно. Если это самое лучшее, что у вас есть, тогда в глазах Бога это значительное семя. Слава Богу. Драгоценное семя. Мы вернемся через минуту.